Сегодня, когда большинство сервисов и услуг уходят в онлайн-формат, а личные банковские кабинеты предлагают огромный спектр возможностей, есть люди, которые привыкли работать с банками, что называется, по старинке. Оплачивают коммуналку, получают пенсию. Вот сегодня у нас в гостях заместитель управляющего алтайским отделением ПАО «Сбербанк» Алла Касаухова. Здравствуйте. Рад видеть в нашей студии пенсионеры, самая такая обширная аудитория банка. Чем они, в принципе, отличаются от обычных других клиентов? Быть может, какие-то у них потребности особенные? Да, действительно, Елена, пенсионеры – наша самая обширная и любимая категория клиентов. И, конечно же, они больше склонны к физическому обслуживанию. Я имею в виду, что они больше всех любят посещать наши филиалы банка. И, конечно, Сберб, как любой другой финансовый институт, как вообще любая компания сейчас на рынке, мы движемся в диджитал, у нас происходит цифровизация, и мы даем очень широкие возможности в удаленных каналах, в цифровых каналах. И, по сути, абсолютно любую банковскую и даже не банковскую услугу сейчас можно оформить удаленно в Сбербанк Онлайн, либо в Сбербанк Бизнес Онлайн, провести эту операцию на устройствах самообслуживания, либо прийти в банк, физический филиал, и наши сотрудники с удовольствием окажут консультацию, либо проведут какую-то транзакцию, проведут платеж и расскажут про наши сервисы. Вот, конечно, категория пенсионеров, категория людей старшего возраста, они предпочитают именно обслуживание в филиалах. Если говорить о продуктовой линейке, то, наверное, самая популярная операция, которую наши клиенты пенсионного возраста совершают, это оформление вклада. Какими еще услугами могут воспользоваться? Есть ли какие-то именно для пенсионеров преимущества? Вообще, на самом деле, у нас нет никаких ограничений, практически никаких ограничений для старшего поколения. И, можно сказать, практически любую банковскую и не банковскую услугу пенсионеры также могут оформить. Если говорить о кредитных продуктах, то заявку на ипотечный, на жилищный кредит можно оформить до 60 лет, при этом погашение кредита должно произойти не позднее 75-летнего возраста. Если мы говорим про потребительский кредит, то также кредит взять возможно, нужно его погасить до 70 лет. Более того, есть и дополнительные возможности, даже сверх этих ограничений, есть возможность также оформить кредитный продукт, как ипотеку, так и потребительский кредит, привлекая поручителей. Тогда погашение кредита должно произойти не позднее 75 лет. У нас есть огромные линейки банковских продуктов некредитных, например, банковские карты. Есть очень интересная социальная карта, социальная карта МИР, которая подходит как раз к категории пенсионеров и элит старшего возраста. Я думаю, что стоит продолжить разговор про карту МИР. В чем ее особенности, преимущества? Преимущество карты в том, что она дает возможность не только стандартные возможности любых банковских карт, как безналичные операции, платежи, переводы и так далее. Эта карта дает возможность накапливать. То есть, по сути, это аналог любого банковского депозита. На остаток денежных средств по карте начисляется 3,5% годовых. Ну и, конечно же, по социальным картам начисляются бонусы «Спасибо». Это наш конек от Сбера. Все знают, что когда мы совершаем любые безналичные операции, мы накапливаем бонусы «Спасибо». Так вот, по социальным картам они увеличены в очень широкой категории товаров. Я знаю, что у вас еще есть ряд продуктов экосистемы. Так вот, какие из них особенно ярко предложены пенсионерам, и, может быть, вы посоветовали бы? Да, действительно. Все, наверное, уже и каждый знает, что Сбер – это уже не банк, это целая экосистема. И перечень компаний, сервисов и услуг в нашей экосистеме постоянно увеличивается. По сути, у нас сейчас более 85 компаний в периметре экосистемы. И есть много сервисов, которые подойдут абсолютно любой категории граждан. Ну, прежде всего, наверное, это продукт «Забир здоровья». Это мой любимый продукт – это телемедицина. Сервисы телемедицины, они выходят, конечно, на первый план, когда в режиме 24 на 7 ты можешь получить первичную консультацию специалиста, как терапевта, педиатра, так и даже узкого специалиста практически в режиме онлайн. Если речь идет про консультацию терапевта или педиатра, это осуществляется на 100% в режиме онлайн. То есть как только человек заболел или почувствовал недомогание, он может сразу обратиться к врачу через видеосвязь, через звонок. Можно пообщаться в чате. То есть, по сути, достаточно иметь просто мобильный телефон с установленным приложением. И мне кажется, что это очень удобно. Вот сейчас у нас, кстати, в филиалах банка очень активно используется такая практика, как комьюнити-центры, общественные центры, где мы рассказываем о наших новых сервисах, да и вообще, в принципе, общаемся с клиентами на актуальные для них и для нас темы. Вот, например, недавно у нас во всех филиалах банка прошел общественный центр по теме здоровья, где мы как раз рассказывали нашим клиентам о пользе, мифах и реальных фактах витаминов, здорового образа жизни, потребления воды. И через эту тематику мы более подробно рассказали о нашем продукте «Сберздоровье». При этом клиентам после нашей консультации уже не нужно было самостоятельно разбираться, хотя сервис и так очень прост и, ну, по сути, интуитивно понятен. Кроме этого продукта, какие еще у вас требованы? Как-то немножко задержались на здоровье? Ну, вообще, еще у нас есть продукт «Сбермаркет». Это сервис, позволяющий, опять же, онлайн в режиме 24 на 7 заказывать продукты. У нас в этом сервисе присутствуют все наши самые любимые и широкие сети продуктовых магазинов. По сути, вот все, которые присутствуют в Барнауле, это там 4 крупнейших сети супермаркетов. Они представлены в сервисе «Сбермаркет». И клиент набирает корзину продуктов, которые ему необходимы. И тут же, в этот же день, курьеры доставляют продукты. При этом мы проводили опрос клиентов, и мы очень сильно мониторим качество предоставления этой услуги. И курьеры по отзывам наших клиентов, кто пользуется сервисом, курьеры очень внимательные. Всегда перезвонят, если в наличии нет заказанного продукта, предложат альтернативу, либо уточнят у клиента, нужно ли заказывать. Или если продукт ненадлежащего качества, то также свяжутся с клиентом и предупредят. Поэтому вот здесь, особенно когда нужно таскать тяжелые пакеты или, не знаю, даже заказать какую-то 5-литровую бутылку воды, вот здесь сервис очень полезен. Ну, тем более в условиях пандемии, да, вот, которые вот уже год недавно мы отмечали, этот сервис действительно очень нужен и важен. Как изменилась работа банка в условиях пандемии в тот непростой год, когда все бабушки и дедушки вот просто сидели по домам и выйти им, ну, мало того, не рекомендовано было просто, небезопасно, нельзя? Ну, здесь, конечно, пользуясь случаем, хочется сказать, отметить заслуги и сказать спасибо за неравнодушие и активную помощь нашим сотрудникам, которые, ну, действительно проявили большую активность и внимание к пожилым людям, которые относятся к нашим офисам, которые регулярно их посещают. Наши сотрудники знают пенсионеров своих в лицо и действительно очень сильно им помогали в пандемии. У нас централизованно был запущен сервис доставки пенсии на дом, то есть те пенсионеры, которые получают пенсию наличными, у которых не оформлены карты, мы доставляли пенсию наличными. В принципе, если необходимо было снять наличные деньги с текущих счетов, даже тем пенсионерам, у которых были оформлены карты, либо был какой-то текущий счет, то мы доставляли наличные, так же надо. И еще, наверное, пандемия послужила таким толчком, который дает возможность развиваться и осваивать какие-то новые направления, которые потом просто необходимы в жизни, и мы уже не представляем наше новое качество жизни без этого сервиса. В пандемию мы приучили наших пенсионеров к использованию дистанционной связи, научили их пользоваться Зумом и проводили лекции по финансовой грамотности, либо проводили вебинары на какие-то другие актуальные для пенсионеров темы с использованием программы Зум. И когда мы пообщались уже, пандемия немного стихла, ограничения уже были ослаблены, и когда наши клиенты приходили в филиалы, очень многие говорили нам спасибо за то, что научили этому новому сервису, без которого сейчас у нас уже многие клиенты не представляют свою новую жизнь. Это открыло для них очень много новых возможностей, общения с близкими, с друзьями, да и в принципе каких-то развлечений, наверное. Алла, ну до завершения эфира у нас буквально полторы минуты, поэтому финальный такой вопрос. Зум — это, конечно, хорошо, но живое общение лучше. И я знаю, что филиалы, сотрудники банков, мало того, что проводят, вот вы чуть выше сказали, всевозможные мероприятия, в том числе и по здоровью, каким-то образом еще проводят общественную деятельность, чтобы быть ближе, что называется, к народу. Конечно, конечно. График наших мероприятий расписан. Вот все наши желания, возможности мы уместили вот в этот год. И ближайшее, наверное, мероприятие такое очень масштабное — это «Зеленый марафон». Это спортивное и социальное мероприятие «Сбера». Мы проводим его ежегодно, и в этом году уже девятый предюбилейный «Зеленый марафон». И отдельным блоком мы интегрируем туда пенсионеров. В забеге на 4,2 километра у нас участвуют вообще все желающие, не только сотрудники «Сбера». Здесь, пользуясь случаем, я хотела бы пригласить всех наших клиентов, партнеров поучаствовать в этом масштабном событии. И вот как раз, говоря о пенсионерах, впервые у нас здесь появился целый блок «Скандинавская ходьба», где мы и предлагаем поучаствовать пенсионерам. Есть отдельно детский забег. Ну и вообще, это целый большой блок мероприятий, в том числе, который предшествовал непосредственно забегу 5 июня на «Зеленом марафоне». Мы высаживали деревья, и уже вот в Белокурихе и в Целинном районе мы высадили более 10 тысяч деревьев. Это такие красивые кедры, которые, наверное, через много-много лет будут еще радовать нас. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю 5 июня. Всех, пожалуйста, приходите, будем рады видеть. Вместе побегаем. Зарегистрироваться можно прямо сейчас, до конца мая, либо непосредственно перед забегом. Ну а я благодарю вас за эту беседу. Спасибо. Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Алла Касаухова, заместитель управляющего алтайским отделением «Паузбербанк».